Урок математики Урок математики Ответ к задачам такого типа Закрепите навыки устного счета Здравствуй лес, дремучий лес Полный сказок и чудес Кто в глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица? Все открой, не утаи Ты же видишь, мы свои Итак, отправляемся в путь Перед нами тропинка Но чтобы не было скучно идти Давайте решать выражение Устный счет Из разных цифр сложили бусы А в тех кружках, где чисел нет Расставьте минусы и плюсы Чтобы данный дать ответ Давайте проверим, что у нас получилось К пяти прибавить четырнадцать Прибавить один Получится двадцать Из семи вычесть три Прибавить шестнадцать Получится двадцать Из девятнадцати Вычесть восемь Прибавить девять Получится двадцать В небесах летели птицы. Аист, ворон и синица. Два веселых снегиря, три громаднейших гуся. Кто-то с севера на юг, кто-то с юга прямо. Птиц мы вместе посчитаем и счастливой дороги пожелаем. Птиц было восемь. Получится десять. А теперь повторим правило. Как называются числа при вычитании? Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Как называются числа при сложении? Слагаемая, слагаемая, сумма. Какой знак нужно поставить при увеличении на несколько единиц? Знак плюс. Какой знак нужно поставить при уменьшении на несколько единиц? Знак минус. Молодцы, ребята! Мы пришли в лес. Сколько здесь вокруг чудес, загадок и задач. Давайте решать веселые задачи. Белка с рынка возвращалась и с лисою повстречалась. Что ты, белочка, несешь? Задала лиса вопрос. Я несу своим детишкам два ореха и три шишки. Ты, лиса, мне подскажи, сколько будет два да три? Пять. К двум прибавить три, получится пять. Раз к зайчихе на обед прискакал дружок-сосед. На пенек зайчата сели и по две морковки съели. Кто считать, ребята, ловок? Сколько съедено морковок? Четыре. К двум прибавить два, получится четыре. Как в математике называются такие задания? Задача. А что такое задача? Задача – это краткий математический рассказ с вопросом. А почему? Потому что есть условия и вопрос. Расположите части задачи в верном порядке. Условия, вопрос, решение, ответ. А теперь давайте поиграем. Игра «Найдите текст задачи». Откройте учебники на странице 62-63. Какой из них является задачей и почему? Первый текст. Марат провел воскресенье в зимнем лесу. С отдыха он привез 14 фотографий зимнего пейзажа и 5 фотографий лесных животных. Марат доволен отдыхом. Второй текст. Марат провел воскресенье в зимнем лесу. С отдыха он привез 14 фотографий зимнего пейзажа и 5 фотографий лесных животных. Сколько фотографий сделал Марат? Второй вариант является задачей, потому что есть условия и вопрос. Чем является количество фотографий первой группы? Частью. Чем является количество фотографий второй группы? Частью. Что нужно узнать в задаче? Количество всех фотографий. Чем будет являться искомая величина? Целым. Как найти неизвестное целое? Нужно сложить части. Какой знак мы используем при сложении? Знак плюс. Запишите числовое выражение, найдите его значение. Запишите ответ к задаче. Вывод. Чтобы найти неизвестное целое, нужно сложить его части. Какие деревья своей зеленью украшают лес? Отгадайте загадки. Стоят дома высокие, этажи несчетные, шпили колючие, под тучами могучими. Ели. А наверху, над мглою этой, перерастая в небеса, в лучах заката, в бликах света, горела сильная сосна. А теперь давайте решим задачу. Подберите схему к задаче и решите ее. Нургуль и Самат собирали сосновые шишки для подделок. Нургуль нашла 10 шишек, а Самат 8. Сколько всего шишек собрали дети? К задаче подойдет схема Б. К 8 прибавить 10 получится 18. Ответ 18 шишек. Ребята, а вы знаете, кто еще живет в лесу? Давайте вспомним, где живет белочка. Белочка живет в дупле на дереве. Чем белочка питается зимой? Грибочками и орешками. Белка предлагает нам игру. Найдите ошибку. Алия насыпала в кормушку для белок сначала 7 орешков, а потом еще 10. Сколько орешков осталось у Алии? Можем ли мы ответить на вопрос задачи? Нет. Почему? Потому что мы не знаем, сколько орешков было у Алии изначально. Что нужно сделать? Нужно изменить вопрос так, чтобы можно было решить эту задачу. Правильный вариант вопроса. Сколько орешков положила Алия в кормушку? Решение. К 7 прибавить 10 получится 17. Ответ 17 орешков. Что ж, пришла пора расставаться с лесом. Надо поблагодарить его за гостеприимство, попрощаться с ним. Лес дремучий. До свидания. Ты расти на радость людям. Мы дружить с тобой будем. Добрый лес. Могучий лес. Полный сказок и чудес. Подведем итог. Научились решать задачи на нахождение суммы и оформлять решение и ответ к задачам такого типа. Вот и кончился урок. Снова прозвенел звонок. Отдыхать мы можем смело, а потом опять за дело. До свидания, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин